Глава четвертая Сати оставляет тело Майтрея сказал Сладкозвучный умолк Сати была в нерешительности Несмотря на жуткое желание повидать родных Она боялась грозного предсказания супруга В смятении она не находила себе места Ее огорчало, что супруг Отговаривает ее от свидания С милыми сердцу отцом и матерью Слезы катились из ее глаз Вдруг лицо Сати переменилось Дрожа всем телом Она посмотрела на своего необыкновенного супруга Так, словно хотела испепелить его взглядом И не проронив ни слова Сати покинула того Чьей любимой половиной была Тяжело дыша от обиды Она отправилась в отчий дом Воистину Женщине Трудно прислушаться к голосу разума Между тем Именно разум Помогает совладать с чувствами Увидев, как Сати удаляется от дома Тысячи приверженцев Триокова Во главе с Маниманом и Мадой Поспешили вдогонку Их сопровождали бесы Якши А впереди всех Мчался белый бык Наймди Спутники Всеблагова Усадили Сати с ее любимой птичкой На быка и последовали за ней Держа в руках лотос Зеркало И другие предметы Для ее удовольствия Над горделивою наездницею Возвышался белоснежный балдыхин Сопровождаемая боем барабанов Гулом раковин и рожков Шествие то напоминало Царский выезд Подъехав к отцовскому дому Сати вошла на площадь Где был установлен помост С жертвенником Жрецы пели гимн невед Вокруг алтаря Сгрудились жертвенные животные Стояла посуда из глины Камня и золота Лежали травы и шкуры Когда Сати появилась на площади Никто из гостей Из страха перед устроителем торжества Не поприветствовал ее Гости сделали вид Что не заметили дочь владыки И только мать и сестры Со слезами радости Вышли ей навстречу Но Сати не ответила На приветствие сестер и матушки И отвергла их подарки Она даже отказалась От их приглашения сесть рядом Видя как отец Даже не смотрит В ее сторону Тут Сати заметила Что возле жертвенника Нет даров для ее дорогого супруга И вспомнила его слова о том Что отныне в отчим доме Не будут рады ни ей, ни ему Уязвленная в самое сердце Сати посмотрела на отца Испепеляющим взглядом За неуважение к их господину Слуги Шивы готовы были уничтожить Дакшу Однако Сати остановила их Раздосадованная Она принялась бронить тех Кто совершает благочинные обряды Ради наслаждения их плодами Тех, чья цель Почести и самовозвеличивание Сколько сил и средств Тратят они Чтобы выглядеть добродетельными А плодами их набожности Становится спесь и гордыня Говорила она Глядя на своего родителя Господушиве нет равных Его любят и почитают Все живые существа Он в высшей степени Беспристрастен и дружелюбен И только тебе, дорогой мой отец Удалось стать врагом Самому великодушному из существ Моему всеблагому повелителю От которого никто и никогда Не слышал обидных слов Ты и тебе подобные Получают удовольствие Выискивая недостатки в ближнем Но мой благословенный супруг Прямая тебе противоположность Он видит в ближнем Даже самое незначительное Достоинство И превозносит их На свою беду Ты и в этой великой душе Умудрился найти изъяны Надменные глупцы Что мыслят себя бренной плотью Добившись высокого положения Презирают тех Кто не связан условностями Но, как ни странно Высокомерие Идет вам во благо Оскорбляя святых Вы лишаетесь власти и уважения И тем скорее Осознав свою ничтожность Сдаетесь нам милость Всевышнего Ты совершаешь великую ошибку Оскорбляя моего повелителя Одно его имя Ши-ва Чистое благо Способно очистить душу От всех пороков Он с радостью дарует душе все Что она просит И в чем нуждается Он друг Всем и каждому И лишь такие глупцы, как ты Враждуют с ним Напрасно ты питаешь ненависть Ко благу воплоти К тому, кто дарует блаженство Страждущим К тому, перед кем преклоняются Величайшие из великих Он исполняет желания даже тех Кто ни в чем не нуждается Не говоря уже о простых смертных Это правда Он гуляет по местам погребения И водит дружбу с бесами Волосы его спутаны На шее Ожерелье из человечьих черепов А тело Осыпано пеплом сожженных трупов Но творец Брахма И великие мудрецы с пророками Почитают его Украшая головы цветами Которые были предложены его стопом Закон гласит Если в твоем присутствии Оскорбляют поборника истины Нужно отрезать оскорбителю язык Убить его И после покончить с собой Если же это невозможно Нужно заткнуть уши и уйти Меня учили Что рвота Лучшее средство от отравления Потому я отторгнул Своё отравленное тело Которое произошло От плоти оскорбителя Лучше бы ты исполнял Собственные обязанности Чем осуждал других За то, что они не исполняют своих Освобождённые души Порой пренебрегают уставом Ибо устав существует для тех Кто ищет свободу Но не для тех Кто её обрёл Что должно людям Не нужно богам Писания определяют два способа освобождения Через пресыщение мирскими благами И отказ от оных Для каждого пути Есть свои законы поведения И смешивать их нельзя Иначе угодишь В ещё большее рабство Однако кто уже обладает свободой Тот может не следовать Никаким правилам Ни пресыщения Ни воздержания Отец Ты со своими подручными Не можешь даже представить Какими богатствами Обладает тот Кто отрёкся от мира Алчущий плодов от жертвы Не ведает, что жертвенность Самоценна Плоды труда бренны Жертвенность Вечна Я сожалею Что связана родственными узами С оскорбителем Всеблагого И презираю себя за то Что родилась от негодяя Кто кощунствует Над величайшим из великих Когда мой милый супруг Называет меня Дакшаяни Веселье покидает меня И улыбка сходит с моего лица Мне скорбно Что я урождённая От твоей плоти И дабы не иметь с тобой никаких уз Мне остаётся лишь расстаться С телом Порождённым тобою Майтрея сказал С этими словами Сати Облачённая в жёлтые одежды Села на землю Лицом на север Окропила чело водою И закрыла глаза Сидя прямо Она силою мысли Уравновесила воздушные токи В области пупа Затем Разумом направила Жизненную силу в сердце А оттуда Через дыхательные пути К межбровью Чтобы выйти из тела Которое, почитаемый святыми Бог С нежностью сажал к себе на колени Сати устремила мысленный взор На внутренний огонь Она сосредоточила мысль На лотосных стопах своего супруга Учителя Вселенной Затем Растворив разум в стихии огня Она избавилась от остатков самости И оставила тело Вспыхнувшее Ярким пламенем В то же мгновение Вселенную огласил неистовый крик Небеса сокрушались Как случилось Что супруга Самого почитаемого Всеблагого Бога Добровольно рассталась с жизнью Как мог Дакша Отец и покровитель живущих Столь жестоко обойтись С собственной дочерью Воплощением всех женских добродетелей Какое несчастье Сокрушались Боги Что униженная собственным отцом Она вынуждена была Расстаться с жизнью От ныне за Дакшей Утвердится слава Жестокого родителя Что равнодушно наблюдал За кончиной собственной дочери А за оскорбление Величайшего из богов Приговором ему будет Всеобщее презрение Больше никто не осмелится Причислять его К духовному сословию Впервые от сотворения мира Богиня Добровольно Рассталась с жизнью И пока небеса Дивились этому Слуги Шивы Решили расправиться С Дакшей Внезапно вокруг Дакши Сомкнулось кольцо копьев И трезубцев Но верховный жрец И покровитель брахманов Пхригу Заметив угрозу Вылил в жертвенный огонь С южной стороны масло И произнес заклинание Из яджурведы В котором призывается смерть На головы оскорбителей Жертвенного таинства Тотчас Из жертвенника появились Тысячи небесных воинов Рибху Обладавших огромной силой Которой их наделил Бог Луна Сома Когда размахивая головнями Из жертвенного костра Небесное воинство Напало на свиту Сати Та в ужасе разбежалась Воистину Никому не устоять Перед силой брахмана Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok